Как выживает Тейковский сад? Звездочка без внимания власти и регулярного финансирования – большая загадка. Капремонта не было с момента строительства в 1965 году. Стены рушатся, коммуникации изношены. Зимой здесь очень холодно, потому что батареи вмурованы в стены. Естественно, они старыми стали, засорились. Там небольшие трубки, три трубки проходят вдоль. И, конечно же, вот этот слой он тоже закрывает и тепло забирает. В этом детском комбинате 205 ребят. Все дети военнослужащих Тейковской ракетной дивизии. С 3 сентября «Звездочка» и три аналогичных военных садика перейдут из ведомства Министерства обороны на баланс муниципалитета. Пока у «Звездочки» нет даже лицензии. Работает как подразделение другого сада. Чтобы получить необходимые бумаги, нужно решить многочисленные проблемы. Когда мы будем переданы в муниципальные хозяйства, естественно, будет проблема с обслуживающим персоналом. Потому что заработная плата у них минимальная. 5,205. Это будет проблема. Сейчас они получают у нас 9,8,5-9. На подготовку к зиме четырем садикам нужно 7 миллионов рублей. На капремонт еще 28. Губернатор пообещал активно поучаствовать в восстановлении объекта. Мы можем вплоть на то идти, чтобы даже из резервного фонда выделять, потому что это форс-мажорные обстоятельства. Передача этих садов мы, знаете, что оттягивали максимально, сколько могли. Это решение. Как только садики будут переданы муниципалитету, сюда смогут ходить детишки из семей, проживающих в красных сосенках, но не имеющих отношения к военнослужащим. Проблема очередей в детские сады будет решена.